Буквально через несколько минут начнется забег под названием Кросснации. А сейчас у нас есть время познакомиться с участниками. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Лена. Откуда вы, с какого заведения? С первой школы. Скажите, пожалуйста, что главное для вас в Кроссенации? Ну, просто чтобы пробежать. Никакое место не задать за участие. Ну, чтобы достижения свои узнать, чтобы понять, например, здоровый образ жизни, чтобы от спорта ты же не болеешь. Чего ожидаем от Кросснации от сегодняшнего? То, что много будет победителей. Желаю всем участникам удачи. И чтобы победил сильнейший. Не меньше переживают и родители. Нет лучшей пропаганды здорового образа жизни, чем собственный пример. Ирина Пашкина, сама в прошлом легкоатлетка, пришла поболеть за дочь, которая пошла по ее стопам. Ну, всем участникам соревнований хочу пожелать занять первые места. Добежать до финиша. Добежать до финиша. Главную часть. Порадовать своих родителей. Кросснации – пожалуй, самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие страны. Любители бега города Уварова и сторонники здорового образа жизни вышли для того, чтобы продемонстрировать свою причастность к спортивному движению. Демократизм кроссового бега, его общедоступность подчеркивается тем, что у него практически нет правил. В этом мероприятии принимают участие все желающие жители нашего города, начиная от детских садов и заканчивая старческим возрастом. Ограничений никаких нет. Дистанции у нас сегодня определены следующие – полтора километра, три километра и пять километров в зависимости от возрастов. Наша цель – это пропаганда здорового образа жизни. Это не означает, что участник должен упасть на дистанции, лишь бы только добежать. Нет. Можно и пробежаться, можно принять участие с тем, чтобы показать, что мы за здоровый образ жизни. Перед соревнованием спортсмены разминаются. Первая группа уже на старте. Спустя время на финишной прямой появляются первые участники забега. Кросснации – это международное спортивное состязание, которое имеет долгую насыщенную событиями историю, как в России, так и во всем мире. Считается, что в нашей стране кросснации зародился еще в далеком 1918 году. Кросс – это не просто спортивное мероприятие, это возможность проявить себя как спортсмена, ведь даже на любителя, добившегося определенных результатов в кроссе, могут обратить внимание. После первого забега состоялось награждение. Так Кристина Зайцева заняла первое место на короткой дистанции. Среди юношей Виталий Акбаров ступил на первую ступень пьедестала, среди девушек – тезки Анастасия Круглова и Анастасия Даровских. Победители получили право на участие в финальной стадии кросса нации, который пройдет в Тамбове. Ребят поблагодарили за участие и пожелали дружить со спортом. Светлана Даровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов для рубрики «Спорт».